Вот так выглядит парадокс физики конденсатора. Откуда в нем берется лишняя энергия? Всем привет! В этом видео вы увидите вечный источник энергии или парадокс физики конденсатора. Также, друзья, не забывайте распространять это видео, потому что это очень важно, чтобы как можно больше людей знало правду. Откуда берется энергия в конденсаторе, когда он полностью разряжен? В этом видео вы увидите тайну, которую скрывают от народа. Как вы знаете, физики учат, что энергия находится на обкладках конденсатора, но на самом деле это ложь. И в этом видео вы увидите, где действительно хранится энергия в конденсаторе. Также мы посмотрим ряд экспериментов, как это дело работает наглядно. Самое интересное, что в этом видео вы увидите парадокс физики, что не должно работать, но на самом деле оно работает. Здесь мы можем наблюдать, как у нас находится разборный конденсатор. Это две алюминиевые пластины, а посередине изолятор. И при том, этот конденсатор разряжен, но в нем постоянно образуется энергия. Вопрос, откуда она берется? Ну что, друзья, добро пожаловать на канал запрещенных технологий. С вами Рафаэль Анриэл. И сегодня мы посмотрим на вечный источник энергии. Или парадокс физики конденсатора. Сегодня мы посмотрим ряд видео, которые расскажут, как действительно работает конденсатор. Но для начала давайте вспомним, что же такое конденсатор. Конденсатор. От латинских слов это значит уплотнять или сгущать. Или накопление. Электрический конденсатор. Двухполюсник с постоянным или переменным значением емкости и малой проводимостью. Устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Емкость конденсатора измеряется в фарадах. Ну а если по-простому, друзья, то представьте себе две пластинки, например, из фольги. А посередине пластиковый изолятор. Именно это и будет называться электрическим конденсатором для накопления электричества. Как только мы берем одну обкладку конденсатора и подносим к изолятору, то у нас накапливается электричество. И у нас происходит разряд. И при том, когда мы опять убираем обкладку, у нас опять накапливается электричество. Но здесь нет никаких фокусов, друзья. Энергия берется не пойми откуда. И наша задача попробовать выяснить, откуда она берется. И посмотреть опыты людей. Нам всем рассказывают, можем видеть на картинках, что кондер, ну конденсатор, на нем заряд находится на обкладках конденсатора. То есть на проводниках. Есть два проводника, два листа, допустим, металла. Между ними диэлектрик. И есть с одной стороны положительный заряд, с другой стороны отрицательный. Весь заряд находится на обкладках конденсатора. Оказывается, вот есть человек, я поставлю ссылочку на его канал, где хранится заряд в конденсаторах. И он на практике показывает, вот сейчас это можем видеть. Нарисуем две пластины конденсатора с находящимися на них зарядами. Заряд на обкладках конденсатора пропорционален его емкости и напряжения. Напряжение – это работа по перемещению положительного единичного заряда между обкладками. Видели, да? А где находится заряд на самом деле? Это реальный шок. Я всю жизнь изучал радиоэлектронику. Сначала в школе мне физика очень сильно нравилась. Потом в другом высшем заведении. В армии пошел. Я всегда знал, что заряд находится на обкладках конденсатора. Оказывается, заряд там не находится. Он находится в диэлектрике. Точнее, между обкладками, а не на обкладках. Просто, просто шок. Как такое может быть? Реально, вот возьмите это видео, просто мое видео, и вот этого человека. Я поставлю ссылочку на его видео. Также на Крамолу поставлю ссылочку. Вы посмотрите все. Покажите любому физику. Скажите, объясни, пожалуйста. Десяткими лет нас учили, что заряд находится на обкладках. Оказывается, это неправда. Такой вот человек. Нету его имени. Он доказал обратное. Андрей Тиртха подтвердил. Сейчас это все увидите. Я сразу же, только я увидел это видео, я бросил все и пошел проверять. И сразу же снимал видео. У меня аж руки тряслись. Я думаю, блин, не может такого быть. Может. Так и может. И меня хотят закрыть, запретить Андрея Тиртха, который говорит правду, рассказывает. Снизу у нас будет минус, сверху будет плюс. И сейчас мы зарядим эти пластины. Итак, заряжаем. Вот я положил пластины. Так. Зарядили. Смотрим. Есть. Пластины зарядились. Еще раз. Заряжаем. Но теперь эти пластины убираем и меняем на другие. Эти в опыте не участвовали. И проверяем. Сейчас я максимально приближаю, чтобы было четко видно. А, уже разряд произошел. Видели, да? Видели? Я подтверждаю этот опыт. Я поменял пластины. Другие пластины. Другие пластины. Еще раз щелкну. Вот эти пластины. Я повторю еще один раз опыт, чтобы ни у кого не было сомнений. Еще раз повторяю этот опыт. Максимально удаляю, чтобы было все видно, что я делаю. Вот пластины. Они не участвуют. Теперь эти участвуют. Заряжаем. Кондеры. Наш кондер. Ну, думаем, что зарядился. Сейчас выключаем наш умножитель. Итак, забираем эти пластины. И ставим. Те, что не участвовали в опыте. Вот они. Приближая камеру. Чтобы было видно. Я сначала касаюсь нижним, и там и скара проскакивает. Вот, слышно. Видели, да? Я подтверждаю этот опыт на 100%. Заряд находится не на обкладках, а находится в диэлектрике. Мы еще много чего не знаем. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья. И в следующем видео мы проведем этот опыт. И проверим, действительно ли все это работает. Также, друзья, не забывайте распространять это видео, потому что это очень важно, чтобы как можно больше людей знало правду.